Маленькая девочка Такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать ее очень любила, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной шапочке. Соседи так про нее и говорили. Вот красная шапочка идет. Как-то раз испекла мама пирог и сказала дочке. Красная шапочка, бабушка заболела. Сходи проведать ее, да отнеси ей этот пирог и горшочек масла. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Доченька, бабушка приболела, нужно ее навестить. Хорошо, давай испечем ее любимый пирог. Отлично, ей очень понравится. Поможешь испечь пирог для бабушки? Чтобы приготовить тесто для пирога, добавим в чашку муку, яйца, масло, сахар и молоко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А теперь все это хорошенько размешаем венчиком. Тесто готово! Давай его раскатаем скалкой. Хорошо, теперь надо положить начинку. Бабушка любит пироги с малиновым джемом. А теперь давай придадим пирогу форму. Давай сделаем его круглым. Спасибо за помощь. Осталось поставить пирог в печь. Будь осторожней в лесу, доченька. Хорошо, мамочка. Идет она по лесной тропинке, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку. Да только побоялся он, потому что где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку. Куда ты идешь, красная шапочка? А красная шапочка еще не знала, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Да еще и в лесу. Поздоровалась она с волком и говорит. Иду к бабушке и несу ей пирог и горшочек масла. А далеко ли живет твоя бабушка? Спрашивает волк. Довольно далеко. Отвечает красная шапочка. Вон в той деревне, за мельницей. А твоя бабушка любит цветы? Вежливо осведомился волк. Если ты пойдешь вон по той тропинке, то сможешь собрать для своей бабушки целый букет ароматных цветов и лукошко спелых ягод. Думаю, она будет очень этому рада. Ой, и правда, спасибо большое. Сказала красная шапочка и пошла по той самой тропинке. Шла она не торопясь, по пути останавливалась, собирала цветы и ягоды. В это время волк мчался, что было духу, к домику бабушки. Чудный сегодня денек. Солнышко светит, птички поют. Я люблю угадывать голоса птичек. Хочешь попробовать со мной? Слышишь? Какая птица издает такие звуки? Верно, это ухо от сова. Совы обычно спят днем, а ночью охотятся. А-а-а-а! Я слышу еще одну птичку. Кто же это? Да, это каркает ворона. Этих умных птиц можно научить говорить и даже считать до пяти. А это уже другая птица. Чей это голос? Молодец! Это чирикает воробушек. Из-за коротких ножек воробьи передвигаются по земле прыжками. А вот эту птицу ты легко угадаешь. Да, это кукушка. Они не строят гнезд, а подкладывают яйца в гнезда других птиц. Что это за шум? Здравствуй, девочка! Куда это ты идешь совсем одна? Здравствуйте, Волк! Я иду к бабушке. Она приболела. Несу ей пирог и горшочек масла. А знаешь, если пойти вон по той тропинке, можно собрать целое лукошко ароматных цветов и спелых ягод. Бабушка будет рада. Спасибо, Волк! Ей это придется по душе, и она быстрее выздоровеет. Давай соберем малину и клюкву. Они хорошо помогают при простуде. А еще сделаем букет из ромашек и колокольчиков. Это малина. Это клюква. Это клюква. Это клюква. Это ромашки. Это колокольчики. Мы собрали спелых ягод и ароматных цветов. Теперь надо спешить к бабушке. Не успела красная шапочка еще до мельницы дойти, а волк уже прибежал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук. Кто там? Спрашивает бабушка. Это я, внучка ваша, красная шапочка. Отвечает волк. Я к вам в гости пришла, пирог принесла и горшочек масла. Бабушке не здоровилась. Она лежала в постели. Решила она, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула. Дерни за веревочку, дитя мое, и дверь откроется. Волк дернул за веревочку, и дверь открылась. Тут волк бросился на бабушку и разом ее проглотил. Сколько листьев налетело. Нужно поднести их. А я себя неважно чувствую. Поможешь мне? Замечательно. Хорошо бы починить дверь. Нужно найти петли и ручку. Волк закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Вскоре она постучалась. Тук-тук. Кто там? Спрашивает волк. А голос у него грубый, хриплый. Красная шапочка испугалась. Но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и оттого у нее такой голос. Это я, внучка ваша. Говорит красная шапочка. Принесла вам пирог и горшочек масла. Волк откашлился и сказал голосом потоньше. Дерни за веревочку, дитя мое, и дверь откроется. Красная шапочка дернула за веревочку, и дверь открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит. Положи-ка, внучка, пирог на стол, горшочек на полку поставь, а сама присядь рядом со мной. Ты, верно, очень устала? Красная шапочка села рядом с волком и спрашивает. Бабушка, а почему у вас такие большие руки? Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие уши? Чтобы лучше тебя слышать, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше тебя видеть, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие зубы? А это чтобы скорее съесть тебя, дитя мое. Не успела Красная Шапочка охнуть, как волк бросился на нее и проглотил ее вместе с башмачками и Красной Шапочкой. Но, к счастью, в это самое время проходил мимо домика дровосек с топором на плече. Услышал он шум, вбежал в домик и убил волка. А потом распорол ему брюхо, и оттуда вышли Красная Шапочка, а за ней и бабушка, обе целые и невредимые. Здравствуйте, бабушка! Мама передала пирог и горшочек масла, а я вам ягод собрала. Здравствуй, моя хорошая! Спасибо тебе за гостицы! Ах, бабушка, что с вами? Вы неважно выглядите. Бабушка, а почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у вас такие большие руки? Чтобы крепче тебя обнять, деточка. Бабушка, а почему у вас такие большие уши? Чтобы лучше тебя слышать, дитя моё. Бабушка, а почему у вас такие большие зубы? А это, чтобы скорее съесть тебя, девочка. На помощь! Кажется, кто-то звал на помощь. Помоги мне добраться до того белого домика. Топор затупился. Думаю, лесник сможет его поточить. Спасибо! Можно идти дальше. Спасибо! Я у цели. Кто звал на помощь? Спасите нас! Так вот, в чём дело. Ну, держись, Серый. Не уйдёшь от меня! Ай! Ой! Ух! Ах, спасибо вам, дровосек! Вы спасли нас! Теперь злой волк вам не навредит! Волк оказался злым и коварным. Теперь я знаю, что нужно быть осторожней и не заводить разговоры с незнакомыми.